У нас здесь происходит 4 раскопа на самом деле. На Хатылева 1-2, средневековый и среднепалеолитический, и на Хатылева 2, раннежелезный и верхнепалеолитический. Для того, чтобы узнать все о неандертальцах, все это дело раскопать, каталогизировать, сохранить, описать, осознать и опубликовать, еще раз осознать, нужно много времени. Кроме того, нужно много светлых голов, которые бы не были загружены какой-то дурацкой бытовухой. А для этого нужны средства, а может быть даже средства, если по-человечески. Ну, банальные потребности, допустим, археолога, тележка. Нужна вот тачка, которую можно на отвал таскать в землю, потому что раскоп углубляется, выкидывать лопатами становится все труднее и труднее, и как бы это трудозатратно. А тележка, видите, хорошо. Вот было у нас две тележки, две эти тачки, и обе сломались. У одной ручки отвалились, у другой колесо. Ну, вот такие нынче пошли тачки. Купили еще одну двухколесную, да. Но раскопов-то два, а тачка-то одна. И это беда-беда. Поэтому, если вдруг кто может нам немножко с помощью вставать, мы совсем не откажемся. В принципе, сборы уже дали результат. На народные средства, собранные вот этими всеми призывами, экспедиция существует, кормится, поится. Научные туристы прибывают и свою лепту привносят очень такую неслабую. То есть, слава богу, никто не голодается, живет здорово и прекрасно себя чувствует. Но какие-то потребности есть, и некоторые, ну, там, тачка это как бы мелочь, да, а бывает и побольше. Ну, например, датировки, они тоже денег стоят, и причем-таки не маленьких. Не так много в мире лабораторий, и они хотят много денежков, чтобы работать. Вот, и не только датировки, да, там разные всякие анализы есть, химические, там, какие угодно. На это нужны средства. Поэтому экспедиция продолжается. Ну, я тут буду еще там два-три дня и уеду. А экспедиция-то будет работать и дальше. Ну, я-то отработал свою, да, там, практику провел, и до свидания, у меня командировка. А экспедиция будет работать еще до середины августа. Поэтому, если вдруг кто может помочь, хочет помочь, знает, как помочь. Ну, а кто не знает, спросите, мы ответим, тот может это сделать. Ну, и в любом случае, на этом сезоне все не заканчивается. И уже пора бы думать о следующем сезоне. Как обычно, там, готовить лыжи, сани, что там еще положено там зимой и летом. И мы уже сейчас формируем фонд на следующий год, ну, фонд средств, чтобы заранее к этому всему подготовиться. Ну, а экспедиция-то все ширится и ширится. У нас, если в прошлом году было, скажем, 40 туристов, а сейчас там, нет, было 20, стало 40, да. А народу было 40, а стало 80. Ну, короче говоря, народу становится что-то сильно как-то больше. И всех надо обеспечивать. Поэтому помощь крайне приветствуется. Помогайте нам. А помогайте-то не нам, а вы помогаете будущим поколениям. Потому что нашими руками, вот мы едим гречку, а создаем историю. Это, по-моему, выгодный таки размен. Наука создает знания о прошлом, а через знания о прошлом формируется эффективное будущее. Мы знаем, ну, узнаем, вернее, почему неандертальцы сдохли. И, может быть, это позволит нам не отправиться туда же. И, может быть, потом нас будут изучать не как скопаемый тупиковый вымерший вид, а как предков. Что очень, как бы, хочется. Вот, поэтому создавайте будущее, помогайте науке. Не только нам, на самом деле. Ну, не то, чтобы прям какие-то эгоисты. А вообще, в принципе, науки, знания, вкладывайтесь в будущее поколение. Есть такая вид деятельности нажимания, кнопочки подписки, нажимания колокольчика и нажимания лайков. Это тоже не встречалось в прошлом. Ну, в таком исполнении, по крайней мере, можете освоивать новую эволюционную стратегию. Она приведет к успеху. Ну, меня наверняка, а может быть, и вас тоже. Зовите всех соратников, соперников, пишите комментарии, делитесь впечатлениями. И тогда наша эволюция пойдет дальше семимильными шагами. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok